Жены, матеря, сестры, родственники мобилизованных военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации 21 сентября 2022 года Салтайского края, обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Убедительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации в воинской части 95-383, полк 1442. А именно, наши мужчины с июня месяца 2023 года находятся в красной зоне на первой линии, в тяжелых боях без отдыха, ротация отсутствует. В связи с этим бойцы испытывают моральное, психологическое и физическое истощение. Время для восстановления утраченных сил не предоставляется. У них нет возможности на отдых, так как командир полка с позывным «Гром» отправляет наших мужчин снова и снова в бой. Под угрозой жизни заставляет возвращаться на позиции любой ценой, которые уже заняты противником, где нет возможности закрепиться и укрыться от обстрелов. Бездолжной артподдержки. 14 сентября 2023 года от наших мужчин поступила информация, что, понимая всю службу сложной ситуации, они отказываются идти на верную смерть. За отказ наших мужчин избивают и все равно отправляют в бой. Заходя на позиции, не дают выйти обратно и вывести раненых, обстреливают их. Наши мужчины вынуждены обороняться не только от противника, но и от своих же, которые должны помогать, а не убивать их. Также из-за нехватки военнослужащих в связи с многочисленными ранеными и погибшими из артиллерии ремроты и роты материального обеспечения переводят в пехоту и отправляют в бой. Медицинская помощь предоставляется ненадлежащим уровнем. Бойцы с контузией и осколочными ранениями по приказу отправляют снова на позиции, аргументируя это тем, что нет мест в госпиталях, при этом не выдавая никаких медикаментов. А также хотим поднять вопрос о непредоставлении положенного отпуска мобилизованным военнослужащим полка 1442, а также 72-й бригады. Со слов командиров, отпуска не предоставляют в связи с нехваткой кадров. По поручению президента Российской Федерации 15 марта 2023 года обеспечить предоставление участникам специальной военной операции отпуска продолжительностью не менее 14 суток, не реже одного раза в год, не считая времени, находимого для проезда к месту использования отпуска и обратно. Требуем разобраться в этих ситуациях и привлечь к ответственности лица, нарушающие права мобилизованных военнослужащих. Пунктом 2 указа 647 определено, граждане, призванные на воинскую службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящие военную службу по вооруженных силах Российской Федерации по контракту. Но не все мобилизованные граждане заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации, в котором определены основные положения – срок службы, права и обязанности военнослужащих. В результате чего возникла ситуация непонимания, какие все-таки права есть у мобилизованных относительно срока их пребывания в зоне СВО. Считаем это абсолютно несправедливым и нарушающим права граждан на труд, на полноценный отдых, гарантированный основным законом страны Конституции Российской Федерации. Мы настаиваем на принятии на законодательном уровне положений, законов об ограничении срока пребывания в зоне СВО мобилизованных военнослужащих, которые были призваны по указу президента от 21 сентября 2022 года, номер 647 об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации не более одного года. Наши мужья, дети, братья и мы полностью поддерживаем принятое вами решение о проведении специальной военной операции, ее цели и задачи. Наши мужчины не уклонялись от частичной мобилизации, а стали на защиту нашей Родины и своих семей. Данное видеообращение записано не с целью дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, а с целью услышать нас и помочь нашим мужчинам.